здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы в одессат ну что сегодня кратенько видео о комнатных огурцах кто со мной на канале тут уже видит и знает что видел и знает что я сажала огурчики комнатные для раннего потребления и меня ругают что не говорю сроки и огурцы комнатные посадила 20 февраля сходы 22 февраля 4 штуки огурцы комнатные то есть 20 февраля это им сейчас ну буквально месяц там еще несколько дней вот так они уже выглядят я вам показывала что из стаканчиках я их уже пикировала вот в такие трехлитровые двухлитровые кашпо что сказать ну вот видите сегодня разговор об ослеплении огурчиков это касается и этих комнатных огурчиков и это касается вот таких огурцов которые я посадила в дальнейшем тоже для раннего урожая но эти будут высажены в теплицу это сорт зазуля и сорт мурашка зазу ли видите на каких длинных ногах а мурашка вот такие вот коротенькие вот так по-разному они растут у меня не пугают ноги их потом немножко заглублю когда вот здесь появятся тоже такие же почечки когда буду пикировать больший объем вам все покажу также эти делали помните я вам показывал что я их буду заглублять до семидольных листочков потому что там идут новые корешки на стебельке огурец так всегда делает и вот уже мой красавчик хикмет называется этот комнатный огурчик как видите листики у него действительно очень маленький вот в ладошечку помещаются до междоузлия короткие у этих огурчиков но у всех комнатных не обязательно этот сорт любые комнатные вот сейчас уже семидольные листочки отрываю вид у них нехороший да они не нужны и вот огурчик мой решил зацвести все бы хорошо душа радуется но необходимо в первых трех междоузлиях 1 2 и 3 оторвать все цветочки и завязи как бы нам жалко этого не было это касается и комнатных огурчиков это касается огурцов которые вы выращиваете в пленочных теплицах в парнике я выращиваю огурцы я этого вообще никогда не делаю но если в пленочных теплицах подвязываете огурчик в трех первых пазухах листьев убираем все бутончики и соцветия здесь ведь уже прямо с огурчиком лишу себя урожая первых трех огурцов просто отщипнула это нам придаст силу огурцы потому что ну совсем он коротенький 15 сантиметров и решил тут три огурца конечно ему не вытянут пусть он подальше подрастет вот эти вот усы мы у комнатных огурцов отрываем потому что любой ус дает нам силу и вот уже первый огурчик вот этот который будет 4 пазухи я его оставляю вот так давайте другой посмотрим другой здесь еще только-только вот так тоже первая пазуха вторая и третья уже можно и на этом уровне зачем огурцу тратить лишнюю силу уже вот сейчас оторвать то есть это называется ослепление огурца то есть первые три пазухи листьев мы ослепили и огурчику станет полегче следующий плодоносит здесь тоже самое вот раз два и три ну вот чуть-чуть подожду это то можно уже оторвать а в другие тоже чуть-чуть подождать просто чтобы не дай бог не поранить там листик молодой ли что пусть подрастет и вот этот поменьше других ну тоже видите маленькие уже там огурчики вот эту пазуху побольше я ее ослеплю как только вот это из и следующая подрастет тоже ослеплю ну вот так что касается подкорма конечно огурцы это очень прожорливая культура и им нужно много азота чтобы выгнать листовую массу чем больше и длиньше стебель чем больше пойдет как бы сказать еще каких-то придаточных побегов тем больше мы соберем огурцов поэтому огурцы как никто любят азотные подкормки я сейчас вот пролила и по мокрому грунту немножечко подкормила их удобрением идеал обыкновенное удобрение все знают его кстати говоря в прошлом году его почему-то не было в продаже вот сейчас идеал снова появился можно любым конечно органическим удобрением коль скоро у нас зацветут и будут огурцы ну уж химией там я пользоваться не буду любое биологическое удобрение в принципе универсальные тоже подойдут для огурца пожалуйста тоже подойдут и конечно я еще обрызгиваю по листьям вот этот единственный огурчик как-то листик тут у меня стрессанул и пятнышки ну ничего страшного остальные видите молодые здоровые чистые листочки то есть по листьям прохожу микроэлементами и можно даже по листьям дать какую-то азотную подкормку теми же биоудобрениями конечно чередуем подкормки и кормлю раз в неделю не чаще у меня потому что очень питательный грунт вот в этом грунте для огурцов я специально держала ведро и для этих огурцов и для зазоль здесь перепревший конский навоз такой очень хороший рыхлый перегной с компостной кучи ну земля соответственно и торф то есть уж очень богатый грунт поэтому органики даже много не надо раз в неделю этого предостаточно микроэлементы по листу чтобы не было никаких хлорозов чтобы не дай бог вот какая-то здесь бы не пошла полосочка по листу что не хватает или магния или калия или кальция то есть микроэлементы всегда даю ну я всю рассаду микроэлементами по листу опрыскиваю поэтому огурцам тоже перепадает и еще огурцы любят хорошую достаточную влажность воздуха что трудно поддержать в квартирах и комнатах ну и в домах поэтому я их опрыскиваю чаще чем любые другие культуры ну просто чистый но только очень теплой водой никогда огурцы не поливайте холодными даже комнатная температура для огурцов это холодно вода пусть будет ну градусов там 30 то есть вот прямо на ощупь она теплая вот только так любят огурчики такую очень теплую воду и то же самое по листьям не опрыскивайте водой который вот просто стояла на столе чуть-чуть туда хотя бы кипяточка чтобы водичка была чуть теплая вот только так любят огурцы ну мои вроде развиваются хорошо вот эти стоят под хорошей лампой бекалоровской фермеровской от мини фермера ну вот и но все равно видите зазуля всегда на таких ножках хотя и там даже и условия то только 20 градусов для огурца может и попрохладнее но я специально пока держу чтобы не сильно вытянулись но зазуля всегда так тянется не обращайте на это внимание потом при пикировке перевалки это все исправим лишь бы листики были чистые потому что вот этот например видите какой лист он мне не очень таким пропеллером пошел ну посмотрю как будет следующий развиваться по моему все хорошо ну вот такое коротенькое видео мало ли кто выращивает такие огурчики со мной или в дальнейшем или только посадил имейте ввиду что и в дальнейшем с любыми огурцами нужно провести ослепление трех первых пазух у огурчиков оторвать первые огурцы ну и вот этот вот будем ждать первого огурца дальше я вам буду показывать следить как эти огурчики развивать спасибо всем за внимание вы были на канале у светланы лоди сад всего всем доброго